Переводы Анны и Петра Гансен Энрик Ипсен Речь норвежским студентам 10 сентября 1874 года Читает Евгений Бразлебрышковский Господа, в последние годы моего пребывания за границей я все живее и живее ощущал потребность побывать на родине. Тем не менее, не скрою от вас, что собрался я осуществить свое намерение не без некоторого беспокойства и сомнения. Пребывание мое здесь, правда, предполагалось ограничить довольно коротким сроком, но, как бы непродолжительно оно ни было, все-таки в течение его могли успеть рухнуть такие иллюзии, с которыми мне весьма не хотелось бы расстаться. Я спрашивал себя, как примут меня мои земляки. Почетный прием, какого удостаивались на родине мои книги, не мог уничтожить моего беспокойства. Передо мной неотступно стоял вопрос, в каких отношениях я лично нахожусь с моими земляками. Нельзя ведь было отрицать на личности некоторого разлада. Насколько я мог понять, упреки по моему адресу были двоякого рода. Находили, что я рассматривал свои личные, частные отношения к родине с чувством несправедливой горечи, и упрекали меня в том, что я будто бы нападал на разные явления нашей национальной жизни, которые, по мнению многих, имели право на совсем иное отношение, нежели глумление. Вот почему я и думаю, что не могу воспользоваться таким для меня почетным и радостным днем, как этот, лучше, нежели посвятив его объяснению, исповеди. Личные мои отношения не служили главной темой моих поэтических произведений. В былые тяжелые времена эти отношения играли для меня даже куда менее важную роль, нежели следовало бы, в чем мне впоследствии часто приходилось признаваться. Когда трижды ограбят гнездо Гаги, у нее отнимают ее иллюзии, великие надежды на будущее. Намек на стихотворение Ипсона Гага. Вспоминая при разных торжественных случаях ощущение медведя, пляшущего по воле вожака, тоже намек на стихотворение Ипсона, сила воспоминания. Я научился главным образом сознанием своего соучастия в том порядке вещей, который похоронил с пением и звоном прекрасную идею. И в чем же заключается поэтическое творчество? Я поздно постиг, что творчество это в сущности заключается в умении видеть. То есть видеть так, чтобы виденное сообщалось воспринимающему именно так, как это видел сам поэт. Но видеть и воспринимать таким образом можно лишь пережитое. И в этом тайна нашего нового современного поэтического творчества. Все, что я выражал в течение последних десяти лет в своих произведениях, я духовно пережил сам. Но никакой поэт не переживает ничего один. С ним переживают переживаемое им и его современники. Не будь это так, что перебросило бы мост понимания между поэтом и читателями. А что же пережил я и затем воспроизвел в своих произведениях? Область пережитого и воспроизведенного была весьма широка. Отчасти я вкладывал в свои произведения то, что лишь мимолетно, в лучшие часы моей жизни, освещало мою душу живым, ярким и прекрасным светом. То, что, так сказать, возвышалось над моим будничным «я». Я вкладывал это в свои произведения, чтобы закрепить его для себя и во мне самом. Но я воспроизводил и противоположное. То, что для внутреннего душевного взора является чем-то вроде шлака и осадков на дне собственной души созерцающего. Вкладывая все это в свои произведения, я как бы очищался от этого, словно погружался в купель обновления, освобождения. Да, господа, нельзя поэтически воспроизвести ничего такого, что до известной степени, во всяком случае, хоть временно, не жило бы в тебе самом. А найдется ли среди нас человек, который время от времени не чувствовал бы и не сознавал бы в себе разлада между словом и делом, между волей и задачей, между жизнью и учением вообще? Или кто из нас, по крайней мере, в единичных случаях эгоистически довольны собою, полусознательно, полууверенно не украшал, не идеализировал взаимоотношения этих категорий как в глазах других, так и в собственных? Я полагал, что, высказав все это именно вам, студентам, я скажу это по надлежащему адресу, и что все это будет понято так, как должно. Студентам сущности представляется та же задача, как и поэту – выяснить себе и через себя другим те временные и вечные вопросы, которые волнуют тот век и то общество, которому он принадлежит. В этом смысле осмелюсь сказать о себе, что я во время своего пребывания за границей старался быть хорошим студентом. Поэт по природе своей принадлежит к числу дальнозорких. Никогда Родина и жизнь на Родине не представлялась мне так полно, осязательно, в таком ярком свете, как именно издалека, с чужбины. В заключение, дорогие земляки, еще несколько слов, также относящихся к пережитому. Когда кесарь Юлиан приближается к концу своего пути и все рушится вокруг него, ничто так глубоко не угнетает его души, как мысль, что ему удалось достигнуть лишь одного. Он, кесарь, будет почтен вниманием ясных и холодных умов, тогда, как его противник, галилеянин, будет жить в богатых любовью, горячих, живых сердцах человеческих. Эта черта взята из пережитого. Она вызвана вопросом, который я временами задавал себе самому там, на чужбине. Но вот сегодня норвежская молодежь пришла ко мне и дала мне ответ на этот вопрос своими речами и песнями. Ответ столь сердечный и полный, что я ничего такого не смел и ожидать. Этот ответ я унесу с собой, как драгоценнейший результат моего посещения Родины. И надеюсь, и верю, что пережитое мною сегодня тоже когда-нибудь найдет свое отражение в одном из будущих моих произведений. И случись, что мне это удастся, я пошлю такую книгу студентам, как моим сотрудникам, принимавшим участие в пережитом, давшим мне тему для произведения, и попрошу их принять ее как дружеское пожатие руки. И спасибо за сегодняшнее. Читано по изданию Полное собрание сочинений Генрика Ипсона Перевод с датско-норвежского Анны и Петра Ганзен С критико-биографическим очерком и предисловиями к пьесам, составленными Анной и Петром Ганзен и с приложением портрета Генрика Ипсона Том 4. Санкт-Петербург Издание товарищества Маркс 1909 год